Приветствую вас! Давайте мы с вами сейчас разберёмся с тем, что вы написали. Во-первых, сразу хочу сказать вам о том, что вот эта вот иллюзия, иллюзия того, что, значит, можно как-то сказать своим родителям о том, что вы выходите замуж, да, вот эта вот иллюзия того, что можно подобрать какие-то слова, можно, значит, ну, какие-то подобрать эпитеты, да, чтобы родители вас как-то поняли, чтобы родители вас приняли, может быть. Ну вот, это иллюзия, это иллюзия, потому что, ну, на самом деле, родители вас не то чтобы не примут, да, просто если они не приняли вас, да, то есть если они, ну, как-то, вот, относятся к молодому человеку плохо, да, как-то вот не принимают ваш выбор, что, значит, так она, скорее всего, и будет, так она, скорее всего, будет и дальше, вот, так она, скорее всего, будет и дальше, и у родителей есть, конечно, своя проблема, какая-то вот, ну, своя проблема в том, что они не могут принять то, что, вот, вы им пытаетесь донести, да, вот, то есть они не могут принять, принять ваш выбор. И вот, на самом деле, как бы вы ни сказали, да, их позиция по этому вопросу, она останется такой же. Понимаете, вот, напротив, если вы будете как-то стараться подобрать слова, если вы будете как-то, ну, лебезить перед ними, да, подлизываться, может быть, с ним и так далее, это вызовет еще более негативную реакцию, чем если бы вы этого не делали. Ну, потому что родители будут чувствовать, что вы виноваты, родители будут чувствовать, что вы сами стыдитесь того, что, ну, делаете, того, что сделали, и, соответственно, чувствуя вину вашу, они будут на вас давить. То есть они будут либо отговаривать вас еще сильнее, чем раньше, либо будут обвинять вас в том, что вы не прислушались к ним и так далее, и так далее, либо угрожат. Поэтому первый вопрос, который я хотел бы задать, он так и звучит. Почему вы решили, что можно подобрать слова, которые, ну, успокоят ваших родителей? Если они против вашего брака, если они против вашего молодого человека, то, соответственно, это может изменить только сам молодой человек, если он с вами будет обращаться хорошо, если он доказит родителям вашим, что может сделать вас счастливой, если вы будете с ним счастливы. Вот только в этом случае можно рассчитывать на то, что родители его примут. Вот, естественно, это произойдет не сразу, вот, и нужно упорство с вашей стороны, нужно обостойчивость, нужно обстраивание своей позиции, что ключевой момент. То есть не любезение, да, перед родителями, и не стремление их как-то там задобрить, да, или что-то еще, а именно, вот, ваша четкая позиция, ваша четкая цель, можно сказать. Вот это, в принципе, и является тем главным моментом, который определит, что, значит, примут ли родители вашего молодого человека хотя бы в будущем или нет. Вот это, то, что я думаю, вам нужно понять в этой ситуации. Далее, значит, есть некоторые странности в том, что вы пишете. Есть некоторые странности там. Значит, странность заключается в том, что вы собираетесь замуж. То есть вы собираетесь создавать свою семью. То есть, ну, вроде бы как, вы достаточно взрослый человек, который знает, чего хочет. Ну, вроде бы как, да? Вот. Но при этом вы говорите, что мне сделать, чтобы, значит, родители мне не запретили. Что это делать? То есть, приезжать к нему и выходить замуж. То есть, что это? Страх перед деспотичными родителями, например, неуверенность в себе, например, или что-то еще, что-то другое. Понимает, какая история. Если это страх перед деспотичными родителями, с ним надо работать, чтобы увидеть, что за ним ничего нет. Что это родители, на самом деле, это родители видят что-то страшное для себя. Потому что у них есть какой-то предрассудик. У них есть какие-то свои проблемы. И они делают свои проблемы, да, вашими. Вот. Это в случае, если, значит, речь идет именно о деспотии. А если вы не уверены в себе, то это тоже момент достаточно серьезный, потому что в таком случае нужно, чтобы вы сами для себя зафиксировали, зафиксировали вот эти вот аспекты. То есть, вы в себе не уверены по какой-то причине, и будучи в себе не уверены, да, вы вместо того, чтобы работать по неуверенности в себе, да, вместо этого вы, по сути, как-то, ну, не то убегаете от проблем, не то хотите ее нивелировать. Проблему не то, а еще что-то вы делаете вот с такого плана, понимаете. То есть, странно, что человек в вашем положении, человек в вашей ситуации, да, боится, что родители могут ему что-то не позволить сделать. Это странно. И тут, конечно, нужно все-таки разбираться, нужно разбираться, что именно за этим стоит, какие стоят моменты, да, то есть, как вам все ваши родители, например, могут, грубо говоря, вам что-то запретить, да, то есть, ну, если вы уже, например, выходите замуж, да, то есть все, вы вышли замуж, ну, практически, вот, то как вам можно запретить это уже теперь, когда вы почти вышли замуж. То есть, что родители будут действительно будут вам запрещать это, ну, если честно, это мне представляется тоже несколько странным моментом. То есть, они, либо они вас, ну, совсем, как бы, принижают, да, и вообще ни во что не ставят. Либо здесь есть какой-то момент, о котором вы не говорите. Далее. Следующий, следующий аспект. Следующий аспект, это, ну, то, что родители не принимают молодого человека. У них отношения к нему не очень хорошие. Понимаете, какая история? Вот родители, да, не будут жить с молодым человеком. С молодым человеком будете жить вы. А родители, они могут либо принять вашего мужчину, мужа будущего, либо не принимать. И если они его не принимают, да, то это, в некоторой степени, в некоторой степени, это их проблема. Это их проблема, понимаете, не ваша на самом деле. То есть, то, что родители не могут принять мужчину, да, ну, вот, вашего мужчину. Это их проблема. Я серьезно так считаю. И здесь нужно выяснять, здесь нужно выяснять, скорее, то, по какой причине вас волнует мнение родителей на эту тему. Вот я бы, я бы, я бы скорее, так, ситуацию бы раскрыл. То есть, ну да, родители не принимают, значит, ваш выбор. Но они, разве, разве, должны принимать ваш выбор? Мне думают, думают, что нет. Ведь этот выбор, ведь этот выбор делаете вы. Правильно. Но вам это для чего-то нужно. То есть, вы хотите, чтобы родители, видимо, одобрили то, что вы делаете и так далее. То есть, вам это нужно для чего-то. Вполне вероятно, что, если вы стремитесь к одобрению со стороны родителей, то, может быть, имеет место какой-то сценарий. Например, ну, допустим, ситуация может быть такая, что родители вам что-то запрещают. Ну, что-то, просто что-то. Ну, вот. Что-то вам родители запрещают. А вам это не нравится, что они вам запрещают. И вы хотите, ну, вырваться из этого. И делаете наперекор родителям. То есть, делаете специально что-то, чтобы, ну... Чтобы сделать, как бы, противоположное. Вот. И здесь, на самом деле, самое главное, чтобы вы не навредили себе. То есть, если родители, например, против вашего молодого человека, нужно понять, почему и в чем. А не против. И если вы точно знаете, что они не правы. Да? Если вы точно знаете, что они не правы. Если вы точно знаете, что молодой человек не такой. Что они просто, ну, не знают его. Что они просто не в курсе, какой он там, и так далее. Вот. Что, что вам нужно, это доказать. И... Точнее, даже не доказать, а показать. Но... Для того, чтобы показать, нужно время. Понимаете? Именно время нужно. Это, к сожалению, достаточно длительный процесс. Вот. Вот. Поэтому... Сид, конечно, как я уже говорю, есть некая странность. Странность в том, что вам может кто-то, кто-то запретить. И странность в том, что вас волнует их положительная реакция. Такое впечатление, что не родители семью выстраивают, да? Ага. Точнее, не вы родители... Ага. Не вы семью выстраиваете, а родители. Ну, вот. Да. В действительности вы, наверное, понимаете, что семья-то ваша, а не родители. И... Если, например, родители беспокоятся за вас, это одно. Если они беспокоятся за вас, хорошо. Но... Может быть такая история, что родители беспокоятся за себя. То есть, им... Их больше волнует, что с ними будет, а не с вами. И в этом конкретном случае, мне кажется, имеет смысл определить их отношение к вам. Если они вас любят. А если их волнует, действительно волнует то, что с вами, например, будет происходить, если их действительно беспокоятся. Беспокоятся, что всё с вами будет происходить. То нужно спокойно, целенаправленно показать, что все, что их волнует, это неосущественно. Понимаете? Вот. Да. Это, безусловно, это... Ээээ... Ну... Безусловно, это работа. Безусловно, это работа. Безусловно, это работа. Ээээ... Безусловно, это... с терпением относиться к тому, что происходит. Вот. И понятно, что со временем, только со временем, родители опять-таки смогут принять вашего мужчину, если они ориентированы действительно на вас. И если человек хороший, да, подходит вам. И если вы с ним действительно будете счастливы и так далее. Если родители ориентированы не на вас, а на себя, то они в любом случае не примут вашего молодого человека. И дело здесь совсем не в том, кто он, и что с ним, и какой он, и как он себя ведет. Да? Дело здесь совсем не в этом, не в этом. А дело здесь именно в том, что они не примут, потому что в этом для них есть угроза. То есть, родители видят угрозу в том, что вы можете выйти замуж. И, как я надеюсь, вы понимаете, что к этой угрозе сами вы отношения имеете очень мало. Именно вы сами, как таковая, вот, там еще, это угроза родителей. И сделать с этим вы не за особо ничего. Абсолютно ничего. Вы ничего не можете сделать с этим. Поэтому здесь только нужно принять то, что происходит. принять тот факт, что родители ориентированы не на вас, а на себя, на самих себя. Вот. И я думаю, что просто действовать скорее от своего лица, а не ориентироваться на родителей. То есть, учиться быть самостоятельной. Знаете, в жизни, чем дальше, тем больше вам придется быть самостоятельной. Ага, значит, своими какими-то, ну, своими какими-то ценностями, вот, и так далее. Я думаю, что вот так, значит, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!